доделали мы полностью ремонт так что-то у меня дверь открыта доложила я кирпич вот так вот все смотрится это здесь но потом я вам более подробно покажу повесила смотрите какой крючочек для обуви до для этой палочки для обуви повесила на такой красивый крючочек виде льва вот и доделали доделала около зеркала вокруг фонаря в общем вот так вот около зеркала думала тут будет вырезать очень сложно но нет в принципе все хорошо получилось так что вот так вот все выглядит сейчас я вот и до самого-самого конца идет этот кирпичик конечно вот везде попачкана это буду все вытирать полностью нужно будет делать генеральную уборку здесь протирать мебель протирать зеркало потому что зеркало я еще не мыло тоже в принципе смысл то его мыть когда ремонт все пыль постоянно летит так что вот теперь буду заниматься тем что буду наводить генеральную уборку также протирать в шкафчиках чтобы уже все расставлять ну и конечно же мыть зеркало купила специальные салфетки и вот так вот это выглядит вот так красиво уже с кирпичом но я думаю очень красиво во первых мне очень нравится то что сделано своими руками ну выглядит хорошо хорошо что я не стала покупать эти дорогие обои за 3000 рулон хотела же фактурные такие под кирпич и у меня я не знаю вот надо посчитать сколько тысяча на всю стенку вместе с клеем даже меньше вот я сейчас мою посуду надо перемыть всю посуду в принципе у меня не так много у нас сегодня ночью вчера в общем с 8 вечера был такой страшный туман он до сих пор особо не расселся все равно еще где-то над домами там есть туман вот так было страшно знаете как прям фильме ужасов и достала кефир яйца опять хочу сделать вот эти вкусные панкейки решила с самого утра уже вот все замешала тесто сейчас сделаю панкейки и наверное скорее всего придется съездить в магазин потому что смотрю уже питьевой воды нету в общем соду в кефир добавила все вместе здесь намешала сахар яйца кефир и соду добавила посмотрите какие пошли пупырышки на кулинарном канале я уже делала такой рецепт блинчиков без масла в общем ну наверное даже сделаю в принципе рецептом у меня трансляция была я понимаю что трансляцию целый час никто не будет смотреть может быть надо и и рецептик такой сделать очень вкусно получается и теперь просто просеиваю постепенно два стакана муки и начинаю размешивать тесто получается такое классе красивая очень классная без комочков и я начинаю выпекать панкейки до блинчики без масла давайте их так называть на сухой сковородке масло сюда в тесто тоже никакого не добавляю и буду в этот раз жарить по три блинчика так получается гораздо быстрее вот и все же из пол литра молока до пол литра кефира у меня в данном случае кефир получается большое достаточно количество ну такие они красивые получаются я просто так столбиком складываю сегодня делала не особо сладкими тоже буду сиропом за пинамбура кушать фу думала 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 такая промозглая погода ему ехать куда не ехать смотрите дождик дождик то такой знаете мелкий моросящий противный небольшой ветерок но хочу вам сказать не холодно ночью прям было морозно все же решила поехать потому что как у меня оказалось я же решила сделать салатик а морковки нету все последняя одна морковка я ее сварила смотрите какой дождь смотрите что если купила и в глобус сейчас покажу ой-ой-ой не вывались не вывались смотрите такую огромную сосиску вкуснятина в общем кое-что прикупила приеду домой обязательно вам покажу огромная просто огромная я уже наконец-то дома дождь пошел еще сильнее не представляете в общем что съездила я за морковкой практически на две с половиной тысячи рублей приехала домой еще сбегала белорусскую лавку вот это варилась сыром и молоком молоко уже убрала в холодильник два пакета молока купила не пакета а бутылочки все их пакетами называю купила белорусской лавке какой-то сыр вот такой знаете типа типа пармезан но он называется франциск вот не хочу сказать что дорого стоит 500 с чем-то рублей я взяла буквально 200 грамм на пробу думаю ну что только один и тот же сыр брать думаю надо брать пробовать какой-нибудь другой взяла совсем маленький кусочек иногда знаете ну хочется потереть сверху на салат или потереть сверху на пасту правда его кто-то тут уже сгрыз кто-то сгрыз смотрите но ой какой вонюченький он относится к разрядам таких вот твердых сыров типа пармезана вот он тут обработан воском и смотрите у него такая оранжевая корочка но она еще в воске вот здесь воск такой воск не буду пока оторвать вот кто-то его грыз видите и ой вонюченький такой ну чё тоже сгрызть с пастой или салат будет очень хорошо я знаете как обычно делаю овощной салат и чуть-чуть так вот экономкой стругаю сырочек вот такой дальше купила самый обыкновенный сыр это сыр на топленом молоке король артур тоже стоит пиццу а кстати вот этот стоит 620 вроде я взяла маленький кусочек 100 грамм и король артур 300 грамм 500 с чем-то рублей забежала еще по пути в пятерочку за 99 рублей взяла свой самый-самый перелюбимый тунец дешевле нету этот и то по акции без акции 120 с чем-то до 99 99 ну практически 100 рублей все больше пятерочки не ничего не взяла думаю пускай будет сейчас начнутся салаты то все и конечно же в глобусе в глобус ездила нету морковки нету того нету всего знаете как говорится обычно накупишься и все равно в течение недели на купилась на две недели до недавно показывала вам покупки а получается то того нету то сегодня то молоко кончится то морковка кончится получился вот такой огромный просто чек на 2 на 2250 рублей сыр соответственно у меня получился где-то сыр молоко я взяла там еще кое-что на 500 рублей в общем почти на 3000 сходила за морковками так ну что показываю вам что купила в глобусе во первых у меня нет мочалок я купила мочалки где-то там еще вторая была ладно по порядку мочалка вот такая цена не дороже 40 рублей но это такая огромная мочалка и она просто губка вот такая купила 5 лаваш очень нравится мне такой лаваш здесь шесть листок он уже так порезанный квадратиками да прямоугольничками очень удобно сюда что-то заворачивать последнее время люблю прям вот положить авокадо какой-нибудь огурчик и завернуть конечно же не смогла пройти мимо в глобусе мимо местного цеха в этот раз взяла вот такие длинные венские сосиски цена правда заоблачная 519 рублей килограмм стоит сосисок в общем вот столько немножечко сосисок здесь 490 грамм на двести пятьдесят восемь рублей я беру такие вещи сейчас не часто колбасу практически не покупаю если только мне например для съемок на кулинарный канал куда-то надо вот и вот такими вещами как сосиски сардельки именно своего мясного производства в магазинах я иной раз балуюсь особенно в глобусе в глобусе мне нравится девчонки кто отоваривается в глобусе у них там своя выпечка свое мясное производство свое рыбное производство и знаете я считаю раз в месяц ничего страшного если вы позволите себе что-то такое вот и такая ромбабы тоже самое ромовая баба производства хлеба в общем хлеба пекарня причем хлеб это глобусовская каждая вот эта ромбабка по 35 рублей 35 35 35 35 я считаю недорого я уже брала какая же она у них вкусная знаете вот утром встать выпить с такой ромбабы чайок я считаю ничего в этом такого тем более не часто смотрите какая она хорошая вся такая вся пропитанная и очень мне нравится у них вот это именно тесто у этой ромовой бабы именно тесто очень хорошее очень очень вкусненько я прям когда такие вещи ем знаете вот сочники ромовую бабу всегда вспоминаю школьные времена вот такую еще мочалочку взяла двойную одна как бы если та одинарная просто губочка то это уже двойная тоже не дороже 40 рублей тут получается скрипка скребышилка такая и тут получается губочка в общем все мочалки уже надо обновить так дальше взяла огурчики что сегодня по какой-то вообще знаете вот то в глобус приезжаешь и ничего из овощей взять не могу потому что все дорого в принципе магазин не дешевый стараюсь что-то там выискивать по скидкам и акциям сегодня огурцы были бесплатно по 69 рублей единственное жалею надо было наверное взять лоточка 23 но по 69 рублей сейчас в это время уже нигде такие огурцы не возьмешь дешевые вот моцарелла была не по каким акциям на и просто хочется бывает салат или куда-то вот глобаш я бывает тоже режу и она не была по акциям так не было ни по каким акциям вот только было по обычной цене и получается у меня моцарелла губки были одна по 34 рубля губка вторая по 39 рублей и вот не могу найти почем были вот эти вот до моцарелла в мини шариках 70 рублей но это недорого правда 70 рублей даже без акции недорого потому что где-то в другом месте прям моцарелла очень дорогая опять я взяла представляете но я же расходую сейчас делаю салаты до сих пор горошек там по 44 рубля кукурузка так горошек по 44 кукуруза по 54 но у меня у меня хорошо еще карточка же глобусовская есть взяла опять по две баночки вот такие поставлю в свои запасики свою норку вот пускай стоит в принципе за такую цену нормально потому что даже я где-то видела по 90 рублей уже вот эти маленькие 200 граммовые баночки уже за акцию выдают 90 рублей за такую маленькую баночку мои домашние взяли еще кусочек буженинки я такое не ем буженина дорогая по 700 30 рублей в общем вот этот маленький кусманчик 350 грамм на 260 рублей я такое не ем но это тоже производство мясного цеха глобуса и вот это буженина знаете это прям мясо мясом такой вот прям запеченная просто взяли кусочек мяса специи это тут состав очень хороший мясной продукт категории а вот состав свинина вода соль чеснок перец молотый все вот все что в этой буженине но я так знаете могу на кусочки хлебца съесть получит хорошей цене были пакеты глобусовский так обычно без акции они 169 рублей по акции я их от кого отхватила за так по 89 по акции взяла сразу два прям при входе все берут пакеты на самом деле хорошие очень такие объемные глубокие 30 на 40 особо прочные 100 штук но извините они стоят 100 штук без акции то 169 рублей я вот последнее время у меня закончились я два раза была в глобусе я не могла позволить себе их купить извините за 200 рублей практически купить пакеты но не знаю всегда жду все по акции девчонки все по акции жду выискиваю так все это уже все покупки конечно были такие небольшие я же говорю я в основном ездила за морковкой но я же не могу из магазина с пустыми руками уйти вот такая водичка стелмос для городских жителей хорошая буду пить еще взяла 6 упаковок обычной питьевой 5 литровой воды потому что я из-под крана воду не использую чай суп все делаю с покупной 5 литровой воды она в машине такую вот тыковку взяла маленькая хорошенькая тыкву личка тыква вообще 3 копейки стоит хочу сделать парочку рецептов очень во первых хочется пшенной кашки я же купила пшенную кашу наварить с тыквой покушать и очень хочется тоже ноты мне ее может быть рецептика на 3 хватит 39 рублей вообще копиюхи стоило в общем такая тыковка у меня тут чуть больше килограмма на 44 рубля в общем тыквы я вообще очень довольна вообще довольна что я смогла найти именно найти такую маленькую потому что так это у что-то морковку взяла фермерскую у меня оторвался у нее морковки не было никакой хотела взять самую обычную но получилось вот что взяла фермерскую фермерская мало морковка в общем глобусе есть такие стенды в овощах фермерской продукции можно все купить обычное а можно купить все фермерское типа молодое натуральное и конечно же это все фермерское стоит в два то и в три раза дороже чем это все на обычных лотках в общем такая морковка по 90 рублей килограмм но я ее же повторюсь купила за неимением другой морковки не было все разобрали я уже была в глобусе уже темнеть начинала уже вечером в общем пять морковок я взяла но она на самом деле очень ароматная написано молодая фермерская морковка я взяла у меня получил вот я была пол пятого там уже у меня получилось чуть больше килограмма на сто пятнадцать рублей но на самом деле она вот пахнет вкусненько морковочкой поэтому ну придется есть фермерскую у меня там осталось пол морковки вот пол морковочки и в общем я если честно не прогадала потому что я же пошла потом купить сыр и молока в белорусскую лавку и проходила мимо нашей овощной палатке и там морковка тоже такая мытой нет а есть не мытая по двадцать три рубля но ее тоже все разобрали какие-то булочки у нее остались его ну слава богу я купила а в пятерочке тоже морковка плохая представляете вот так так что выбора никакого не было все все девчонки вот вам вот две с половиной тысячи почти по три получается 2 2 250 тут 500 рублей в белорусской лавке сейчас еще покажу из морозилки что я купила и молоко конечно же и вот таких две бутылочки молока это уже я взяла белорусской лавки примерно лет по 57 рублей она подорожала было 52 уже вроде 57 пастеризованная самая обычная вот которая в блям-блям таких пакетах продается недолго играющая она как раз до 11 ноября ну мы всю до 11 ноября выпьем вкусное хорошее молоко здравушка 2 процента и кашу варю и в общем в кофе добавляю и кокао так и еще в глобусе я взяла это свою любимую наконец-то я за ней охотилась знаете прям с удочкой бегала не было давным-давным-давно наконец-то я взяла свою любимую зубатку смотрите какие огромные просто стейки я взяла три стейка положу пока в морозилку завтра скорее всего буду готовить у меня один маленький стейк и два больших стейка в общем завтра буду готовить но она не по акции это наверное единственный знаете бывает что-то хочется и ты берешь это не по акции но все же это полезно это рыба это ничего вредного в этом нет рыба очень вкусная в общем стейку зубатки 289 рублей килограмм и тут у меня вышло на полтора килограмма представляете кило 420 на 411 рублей меня конечно немножко жаба задушила но я эту рыбу ем одна больше у меня никто ее не ест смотрите какие классные стейки я ее просто обожаю завтра скорее всего что у нас завтра четверг до завтра я ее достану разморожу приготовлю что-нибудь очень вкусное возможно на канал сниму рецепт зубатки очень вкусный зубатку давно люблю еще с самого-самого детства вот такие раньше стейки у нас и продавали всегда брала еще знаете всегда стейки индейки брала вот сейчас стейки индейки очень очень редко можно найти в магазине индейкин дом или куриный дом москва подмосковье не знаю в других городах есть или нет вот эти индейкин и дома куриные дома и вот там иной раз обращайте внимание продаются стейки индейки они тоже так нам на косточке порезано все стоечками такими вот и их можно потушить или приготовить в каком-нибудь сливочном или томатном соусе в общем или просто в муке мы раньше жарили эти стейки индейки всегда всегда раньше продавали я помню на преображенский рынок всегда даже вот в 2000 году когда этом работала ну да и в двух willen году я помню когда я на заводе работал а и потом когда я ваша не работала тоже и асашана прям прибежала на преображенский рынок брала вот остейки зубатки и стейки индейки вот в общем обратите внимание вот потому что я почему говорю в нашем магазине индейкин дом я видела вот такие стейки индейки тоже очень вкусно, обращайте внимание иногда мы просто на что-то не обращаем внимания просто знаете, вот смотрим просто иной раз я смотрю, люди прям идут и даже вот сквозь тебя, как говорится, смотрят потому что озабочены своими проблемами какими-то ценами в магазинах постоянно растущими иной раз мы не и вот я сама смотрю обзоры какие-то и думаю, ой, я хочу стейки зубатки, или я хочу стейки индейки, или я хочу такое молоко хорошее из белорусской лавки всем огромное спасибо, до свидания спасибо, кто поддерживает хотите, подписывайте поддержите, ставьте лайки если понравилось будем с вами и дальше исследовать что там есть в магазинах всем огромное спасибо, напишите комментарии какие цены у вас, какие продукты вы любите что вы готовы покупать без акций это как я, я люблю зубатку я ем ее одна я ее готова купить в принципе и без акций это вам не кусок торта это вам не что-то такое вредное вот это вкусная, хорошая рыбка которую можно просто добавить лимончика запечь в духовочке без масла покушать все, мои хорошие, пока спасибо за субтитры спасибо за субтитры Алексею Дубровскому спасибо за субтитры Алексею Дубровскому